МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех любителей дачи. Весна – самая любимая пора для дачников. Вы знаете почему? Не потому что работы на участке немного, а потому что соскучились жутко за зиму и, не чувствуя усталости, трудятся на своих сотках. Ну, конечно, в поддержку садоводам, огородникам стартовал наш дачный проект на канале «Губерния». Оставайтесь с нами. Спонсор проекта – Дальневосточный завод электрических и монтажных изделий предлагает продукцию собственного производства. Корпуса щитов, кабельные лотки, светодиодные светильники. Типовые изделия и индивидуальный заказ. Вся продукция прошла сертификацией и соответствует требованиям технических регламентов. Дальневосточный завод электромонтажных изделий представляет продукцию собственного производства в Хабаровске. Светильники ЖКХ, офисные прожекторы с датчиками движения и освещенности. Кабельные лотки со всеми комплектующими. Качественная доступная продукция в любых объемах. Телефон 40-29-29. Бензопила для дачи – это необходимый и незаменимый инструмент. Обрезать старые ветки с деревьев, проредить плодово-ягодные насаждения, заготовить дрова, везде потребуется садовая пила. На что обратить внимание при выборе пилы, узнаем у нашего гостя в студии Юрия Поляков, региональный менеджер производственной компании. Здравствуйте, приветствую вас в этой студии. Шикарные, красивые, стильные пилы. Я сразу обратила на это внимание. Но давайте разберемся. Вообще, бензопилы, какие разновидности бывают? Они же как-то отличаются по назначению своему? Ну, во-первых, мы видим, что по размеру они отличаются, как минимум. Давайте расскажу вам вообще про цепные пилы в целом. Они бывают трех видов. Бывают аккумуляторные, от электросети и бензиновые. Аккумуляторные и от электросети, они как бы привязаны к месту. То есть, это приборы, которые требуют постоянной подзарядки, либо работают от сети. Данные устройства, они мобильны. Можно применять их в любой сфере. Это бензиновые, да. Чтобы подобрать оптимально пилу, нужно знать, что вы будете делать на своем дачном участке. Подойдет небольшой прибор. Это однорукая пила. Ей можно пользоваться одной рукой. Одной рукой. То есть, она не тяжелая. Она абсолютно не тяжелая. Можно одной рукой придержать ветки, другой работать прибором. Подбирают также пилу по длине шины. Это зависит от диаметра реза. И по мощности двигателя. Мощность двигателя, соответственно, будет быстрее проходить процесс. То есть, мне как человеку, который собирается, ну, который думает о том, что, ну, скорее всего, мне бензопила нужна на дачном участке или на садовом участке, первое, что меня спросят, для чего вам нужна бензопила. То есть, мне нужно определиться саму, что я буду делать. Какой-то перечень работ там. Либо только ветки подрезать, либо, например, дрова пилить. Если я, например, вот собираюсь там и как-то вот куст как-то облагородить, и, например, возможно, иногда и дрова попилить, то вот, например, какая из двух представленных, правда, не сильно тяжелая, не подойдет. Ну, все зависит от диаметра, конечно, дерева, которое вы будете пилить, ну, и от их количества. Данные модели являются полупрофессиональными. Это до двух часов непрерывной работы в день. То есть, это, ну, в принципе, для дачных участков подойдет вполне. Да, а вот, кстати, вот эта градация, профессиональный, полупрофессиональный бензопила, это вот только лишь время работы, беднепрерывное, или что-то еще? Да, бывают три вида. Это бывают бытовые, это, ну, отнесем вот эту часть, точнее, эту пилу к бытовым, потому что она является небольшой, соответственно, у нее производительность небольшая. Для того, чтобы, как сказать, полупрофессиональные, они уже подойдут для более массовых таких работ. Ну, и профессиональные пилы, их используют для валки леса, там, соответственно, их, да, используют там на износ. А как-то нужно предварительно подготовить инструмент перед тем, как приступить к работе? Да, конечно, пила продает сразу комплектованно. Нужно установить на нее шину. Также имеет она боковой натяжитель цепи, что не каждый производитель похвастается. Залить нужно в нее масло для скольжения цепи. Здесь все интуитивные наклейки вам подскажут. Также заливается масло. 1 к 30 соотношение с бензином 92-м, двухтактное масло. И, соответственно, у вас прибор готов. Да, помните, нужно обязательно о том, что масло именно двухтактное. Если вы хотите достать из багажника своего автомобиля, не надо, не делайте этого. Совершенно верно. Никогда. Также пила оснащена праймером. Это удобная подкачка топлива. Есть заслонка. И также автоматическая у нее идет заслонка при первом запуске. Она запускается, повышенные обороты при нажатии на курок газа. Эта заслонка закрывается. То есть, по-хорошему, вот с того, как вы все рассказали, я хочу заметить, что инструкцию будет не лишним прочитать. На самом деле, по инструкции, здесь вот все интуитивные наклейки, как при первом запуске, куда заливать масло, в каком количестве, здесь все это указано. Но в процессе эксплуатации, как часто потом нужно обслуживать пилу? После каждой работы желательно продуть, прочистить от опилок, от остатки масла. Ну, и для консервации, по-хорошему, слить все жидкости с нее и убрать в теплое, сухое помещение. Они легко заводятся? Да, легко. Нет, больше всего нравится. Хотите попробовать? Ну, вот давай. Нет, ну, просто, вообще, каждый человек справится. Это абсолютно несложно, да? Да, абсолютно несложно. Это нечто затратно, так скажем. При первом запуске необходимо залить все жидкости, получается, переводим зажигание в положение включено, достаем заслонку. Можно подкачать праймером, да, и в основном они с первого-второго раза заводятся в первый пуск. Есть ли какие-то самые главные правила техники безопасности при работе бензопилой на дачном участке? Ну, самые элементарные правила – это перчатки, наверное, очки, позаботиться о себе. Как хранить правильно? В каком помещении? Требуются ли какие-то особые, там, климатические условия? На самом деле, нет, не требуется. Если вы сольете все жидкости, уберете остатки, так сказать, древесины, проветриваемое помещение, в принципе, можно их... Сегодня у нас здесь представлено два вида бензопилы, да, две модели. В чем принципиальное отличие, кроме размеров? Ну, принципиальное отличие у них идет в мощности двигателя. Это уже идет пила для, так сказать, профессиональных работ, полупрофессиональных. Эта пила идет для бытового класса, то есть это подойдет для рыбалки, где-то в саду навести порядок. То есть, ну, очень удобно одной рукой управлять. И она менее мощная. Ну, мы сейчас в процессе интервью, мне кажется, озвучили все их конкурентные преимущества, да, и заядлые дачники уже абсолютно точно оценили. Остается один только вопрос – где такие пилы искать? Компания «Вертон» имеет свои сервисные центры, имеет склад запчастей. Находимся в городе Хабаровске на Суворово, 73. Также имеем склады в Москве, филиал в Екатеринбурге и в Новосибирске. Отлично. В общем, если выбираете для себя бензопилу для каких-либо видов дачных и садовых работ, обязательно обращайтесь за советом к профессионалам, к специалистам. «Вертон» – это дальневосточный производитель бензо- и электроинструмент, ваш надежный помощник, эффективный в работе и простой в использовании. Ну, мы еще раз представим нашего гостя. Это Юрий Поляков, региональный менеджер компании «Вертон». Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. В Хабаровске сохраняется комфортная для работы на даче погода. И, конечно, мы не можем дачников обойтись стороной. У нас есть специальная дачная погода со всеми подробностями. Я думала, что хотелось сказать, что у нас есть специальное устройство для зачитывания погоды. Да, это устройство с волосами. Это мой рот. Итак, после полудня в Кривой столице и пригородах сегодня плюс 19. Ночью отметка ожидает нас плюс 7. Переменная облачность, ветер южный, умеренный. Температура почвы на глубине 10 сантиметров у отметки плюс 9. Минимальная температура на поверхности почвы плюс 3. Увлажнение верхнего слоя земли хорошее, а местами даже сильное. Это благоволит для дачных работ. Влажность воздуха утром 71%. Вечернее время 38%. Уровень влажности, кстати, ниже климатической нормы на 13%. Норма месяца, я имею в виду, конечно же. Солнечная радиация составляет 573 мегаджоуля на квадратный метр. Солнечная активность. Умеренное геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого. Вот все-все-все вам рассказал. Сейчас впереди майские. Вот чтобы вы знали, с чем и как вам предстоит работать. Каждый дачный проект на нашем канале – это не только помощь экспертов дачного дела, но еще и нужные подарки. На этот раз мы приглашаем вас проявить свое творчество и в честной борьбе выиграть мото-культиватор. Мото-культиватор. Я просто впечатлился, поэтому как-то замер, помечтал о мото-культиваторе, потому что я его видел. Он действительно симпатичный. Участвуйте в нашем дачном стихо-марафоне. Вы красиво рифмуете, мы наслаждаемся вашими стихами, а автор самого лучшего стихотворения получит главный приз – тот самый мото-культиватор. Ну и кроме того, каждый день мы выбираем одного победителя и награждаем полезным подарком. Вот он у нас есть. На столе, да, сегодня обязательно его отдадим. Покрываем материал, там еще всякая разная полезность. Для начала информация от спонсора проекта. Откажитесь от прополок и химических стимуляторов роста. Нетканные материалы Агротекс защитят растения и увеличат их урожайность. Пока вы отдыхаете, Агротекс работает. Покупайте материалы от отечественного производителя. Удачный сезон и, конечно, удачные подарки. Хочешь выиграть мотокультиватор – рифмуй. Продолжи строчку дачного стихотворения и пришли свой вариант на WhatsApp-губернии. Лучший дачный поэт получит всенародное признание. Еще разок скажем, да, мотокультиватор. Итак, строчка, которую нужно зарифмовать. На дачу еду, как на праздник. Вы продолжаете с вас продолжение. Присылайте свои дачные варианты стихошедевров на WhatsApp-губернии 8-929-404-42-12. Информация подробная вся на ваших экранах. Прямо сейчас на дачу еду, как на праздник. Ну и дальше ваш уже полет фантазии. Да, у нас уже есть варианты, у кого как фантазия полетела. И почитаем, что уже прислали в нашу редакцию. На дачу еду, как на праздник. Душа от радости поет. Надену в свой рабочий ватник и распланирую полет. Жена от праздника ликует, и счастье соразмерно ей. На каждый млазник, над каждым листиком воркует, Блаженствуя от всех затей. И непомерно мое счастье. Зима прошла, и я живой. И вдохновение от счастья не убежало на покой. Поэтому вперед и с песней. Труду почет и мне разбег. Работать надо, хоть ты тресни и за себя, и за всех тех. Еще одно стихотворение. На дачу еду, как на праздник. Душа от радости поет. Ведь дача – это, братцы, дача. Не просто нудный огород. Не рабский труд с утра до ночи. И от заката до зари. А чудный мир, где все едино. Мангал, цветы и комары. Еще один коротенький шедевр. На дачу еду, как на праздник. И не нужен вовсе пряник. Тыкву сразу посажу, пирогов я напеку. Всех соседей позову. Ярмарку устроим и в гости просим. Такая частушечка немножко. Ваня, ну прям вообще. Еще один вариант. На дачу еду, как на праздник. Сезон удачному я рад. Всю зиму был я, как запасник. Однако дача – это клад. Так, ну если нам нужно выбрать из четырех, мне кажется, вот Катя прочитала стихотворение. Там такая железная логика. Ведь дача – это, братцы, дача. Сильно, мне кажется. Просто нудный огород, да. Значит, сегодня… Дача – это дача. Это действительно очень логично. Это первый закон. Где все едино, мангал, цветы и комары. Ну, одно без другого. Быть не может, да? Ну, в общем, собственно говоря, вот этот пакет. Не пустой, конечно же. Он с полезными дачными подарками. В общем, наслаждайтесь. Отправляйтесь автору. Спасибо вам большое за ваши шедевры. Мы будем ждать новых. И обязательно делиться с вами здесь, в прямом эфире. Это был специальный дачный проект. Участвуйте в нашем главном конкурсе. Да, он не заканчивается. Мы продолжаем разыгрывать мото-культиватор. Думаем, кому бы его подарить. Но зависит, конечно, только от вас. Ваши шедевры мы ждем. До встречи в удачном сезоне. Пока! Светем и пахнем. Продолжение следует... Продолжение следует...